Прежде чем отправиться по армянским следам стран Бенилюкса, приведу небольшую справку. Бенилюкс – это политический, экономический и таможенный союз, включающий в себя три монархии – Бельгию, Нидерланды и Люксембург. И, как вы уже догадались, этимологическая конструкция состоит из названий первых двух-трех букв этих стран – Бенилюкс. О них я и расскажу вам попутно, прогуливаясь по армянским следам трех монархий. Изначально я и не подозревал, что в странах Бенилюкса масса любопытных армянских красок. У них давние корни, но свое повествование начну с Бельгии, где я сделал первую остановку. Первые сведения об армянах в Бельгии датируются IV веком, когда армянские священники начали пребывать в бельгийские порты. Некий армянский епископ посетил город Тонгерен к востоку от Брюсселя. Как вы поняли, это случилось аккурат в то самое столетие, когда Армения провозгласила христианство своей государственной религией, и по христианской традиции, подобно апостолам, армянским христианам было необходимо ходить и проповедовать Слово Божье, как заповедано в Евангелии. Скрываясь от римских властей, армянские священники проповедовали по всей империи, а к концу IV века достигли ее окраин – Белгики, населенные тогда языческим кельто-германским племенем Белгов. На протяжении почти 500 лет здесь, в стане Белгов, а позже Галов и Франков, армяне отождествлялись у местных племен с христианством. Однако уже с XII века, когда Римская империя осталась далеко позади, а большая часть Европы стала христианской, армяне, пребывающие на земле Белгов, представляли собой купцов. По суше и морю они завозили в Белгику ковры, муслин, специи, драгоценные каменья. К примеру, гальские агеографы в Макерах упоминали в 1011 году не столько уже армянских проповедников, сколько купцов, торговавших в Генте, Тонгерине и на всем побережье Западной Фландрии. До XV века армянские купеческие сообщества имели в этой части света монополию на ввозимые ими ковры и драгоценные камни. Это были весьма состоятельные и образованные люди. В 1478 году вблизи Остенде армянами была открыта лечебница для господ, где работали армянские лекари. В том же году, но уже в Брюгге, армянами был открыт хоспис, один из первых в Европе. С конца XVI века связь армян с Бельгией прерывается. Во всяком случае, не осталось источников, которые бы упоминали их в этой стране. Лишь с конца XIX века на арену бельгийской истории снова выходят представители армянского народа и тоже, в частности, в качестве предпринимателей. Сообщается, что удерживали они монополию на табачные изделия. Первые и единственные на то время табачные бренды, производящие в Бельгии «Даврос», «Аракс», «Маруфа» и «Энфи» принадлежали семьям «Миссирян», «Жамкертян», «Матосян» и «Энфиаджан». В эти же годы армяне преуспели и в торговле бриллиантами. К примеру, Антроник Барсамян был президентом престижного алмазного клуба Бельгии в 1920 году. В то время семьи Ипикджан, Амбарцумян, Артинян, Осканян, Арсланян и знакомые уже нам табачные магнаты Жамкертян были известнейшими бизнесменами в стране. Все они занимали существенную нишу в алмазном квартале Антверпена. Увы, сегодня в алмазном квартале Антверпена осталось лишь считанное количество армянских мастеров. На их смену пришли евреи из Грузии. Были среди армян Бельгии и деятели спорта, об одном из которых нельзя не упомянуть. Речь о российском футболисте Ваграме Кеваркяне. В 1002 году Ваграм перебрался в Бельгию. Стал играть за местную команду Брюгге. Карьера футболиста стремительно развивалась. К примеру, в сезоне 1908-1909 годов Кеваркян стал лучшим бомбардиром чемпионата Бельгии, отметившись 24 забитыми мячами за 21 встречу. Последний матч футболист сыграл 26 февраля 1911 года против своей бывшей команды Брюгге. Всего же он провел в высшей лиге Бельгии 103 игры и забил 81 гол. В Бельгии Кеваркян приобрел все, что нужно молодому спортсмену. Деньги, славу, поклонников. Не было одного – бельгийского гражданства. Власти монаршей страны оставляли без внимания запросы футболиста. Оставаясь подданным Российской империи, 26 октября 1908 года Кеваркян принял участие в матче сборной Бельгии против Швеции. На 30-й минуте Ваграм Кеваркян забил решающий гол ворота шведов. Матч закончился со счетом 2-1 в пользу сборной Бельгии. Этот гол оказался решающим не только для бельгийцев, но и для самого Кеваркяна. В знак благодарности бельгийское королевство выдало Ваграму паспорт гражданина Бельгии. К сожалению, тернистый путь к бельгийскому гражданству оказался дольше, чем само гражданство. Через три года, 17 июля 1911 года, Ваграм Кеваркян скончался из-за осложнений после операции по удалению аппендицита. Его могила находится на одном из кладбищ Антверпена. И все же значительный приток армян сюда, в Бельгию, произошел лишь в 20 веке. В 1915 году, когда беженцы из Османской Турции бежали сюда, и бельгийское правительство предоставило им возможность проживания в этой стране. Это было около 200 семей, почти 1000 человек. К 50-му году армяне в Бельгию увеличились, их численность до 2500 человек. В 60-е и 70-е годы здесь произошел еще один приток. На этот раз это были армяне из Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливана. И в 70-е и 80-е годы, когда снова произошел приток армян, и уже из Ирана, которые бежали от правительства Мул и революции в этой стране. Из Ростова-на-Дону в Бельгию переселилась семья Нины и Михаила Асланян, запустивших на новом месте алкогольный бизнес. Наверняка россияне помнят попадавшуюся в лихих 90-х на прилавках магазинов Асланов водка. Именно в те годы продукция семьи Асланян стала завоевывать и постсоветский рынок. Из года в год в Бельгии стали рождаться различные армянские организации, молодежные, спортивные, общественные, культурные, религиозные институты. На сегодняшний день армян в Бельгии свыше 30 тысяч. А здесь сосредоточены и армяне, и приверженцы армяно-апостольской православной церкви, и армяно-католической церкви, и армяно-протестантской церкви христиан-баптистов. Кстати, о религии. В центре Брюсселя расположен памятник Готфриду Бульонскому, который некоторые шутя называют памятником армянскому зятью. Дело в том, что граф Бульонский был одним из предводителей первого крестового похода 1096-1099 годов, благодаря которому захватил Иерусалим и был провозглашен правителем Иерусалимского королевства. На самом деле Готфрид не был женат. Он скончался через полгода после своей коронации в 1100 году. Трон перешел по наследству к брату Готфрида Балдуину I. Он стал вторым королем Иерусалима, а его супруга Арда Армянская, дочь князя Тороса, лорда Одессы, стала первой королевой Иерусалимского царства. Она была невесткой первого короля Иерусалима Готфрида Бульонского. Но эпитеты «Первый король Иерусалима» и «Первая королева Иерусалима» иногда и путают любителей истории, записывающих Арду в супруге Готфрида. Бельгия полна волонно-фламандской архитектуры, памятников старины, дворцов и статуй бывших монарков и военных деятелей королевства. У многих страна ассоциируется с атомиумом, писающим мальчиком, гран-пласом и шоколадом. Также столица страны, Брюссель, известен мировому сообществу благодаря Европарламенту. Кстати, он находится в Еврогородке, в одном из районов Брюсселя. Здесь бесчисленные здания, принадлежащие Европарламенту, скверы, парки, музеи и, главное, любой желающий, смертный, может войти в Европарламент и послушать заседания депутатов. А в Брюсселе не только Европарламент, но и штаб-квартира НАТО, где проходят заседания главного органа принятия решений Североатлантического совета. Автором столь великолепного здания является французский архитектор-армянин Мишель Моссесян, работы которого украшают и Лондон, и Фесс, и Барселону, и Доху, и многие другие города мира. Как я уже говорил, армян в Бельгии насчитывается свыше 30 тысяч, но всех их объединяют только общеармянские мероприятия. В остальном живут разобщенных. И их можно понять, ведь многие из них оказались в Бельгии из разных непохожих друг на друга стран. Соответственно, и менталитет разнится. К примеру, то, что может быть само собой разумеющимся армянину из Сирии, армянам из постсоветского пространства или Европы может быть чуждым. Вот и собираются своими ячейками, своими устоявшимися компаниями повеселиться, поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Потому что у нас есть партия для арменинских студентов. Да, Идол. Да. Для нас, для нашей коммуниции. И для нашего страны. Молодежь более коммуникабельна и не расставляет границ между менталитетами. Среди них есть и те, чьи родители перебрались в Бельгию из постсоветского пространства. А есть и ближневосточные эмигранты. Или из Греции, Латинской Америки. Но я не знаю. Мы соединились в Белгое. Мы соединили в Белгое. В 1998 году мы получили Франсию. Франция теста риаприленг, Деренцитой как Бельгия. Мне надо было портфельно, Саранто. Такое оно прошлое и настоящее армянской общины Бельгии С глубокими корнями и одновременно молодыми побегами Уверен, что эти ростки дадут вкусные плоды во благо не только бельгийского королевства, но и самой Армении Ведь где бы ни был армянин, он принадлежит прежде всего Армении Она жива только благодаря своей верной, мудрой и талантливой диаспоре И в этом мой зритель не раз убеждался, отправляясь вместе со мной по странам и континентам в поисках армянских следов Но Бельгия это лишь часть Бенилюкса Впереди нас ждут Нидерланды, где, поверьте, вас также будут ждать необычные открытия Среди которых город, которому покровительствует святой армянин Маастрихт – один из самых известных городов Нидерландов По большей части известен тем, что здесь в феврале 1992 года был подписан Маастрихтский договор Ставший предтечей договора о Европейском Союзе Городу, основанному в начале первого века нашей эры, покровительствует святой серваций армянский Первый в этих краях епископ, избравший в 382 году Маастрихт своей резиденцией Об армяных странах Бенилюкса известно ни много ни мало с 4 века В первую очередь это связано с именем Серватия Армянина Епископа-просветителя Бельгии и Голландии Позже объявленного святым Он родился в начале 4 века в Армении А умер в 384 году здесь, в городе Маастрихте Ныне это территория Нидерландов Он осуждал епископов, которые отрицали божественность Иисуса Христа Был ревностным проповедником Слова Божьего В истории Западной Церкви епископ Серватий известен как ревностный также защитник православия Он обладал сильным даром предвидения Так, по свидетельствам современников, он предсказал вторжение гунов в Галлию Святой Серватий и Армянин по сей день почитаем в Бельгии и Нидерландах Известно, что Серватий родился в Армении в первой половине 4 века В это время Армения была уже христианской страной А народ все больше интересовался новой христианской религией Особенно популярной среди армян была земля обетованная И, в частности, Иерусалим Паломники отправлялись по святым местам Некоторые оставались, чтобы приобщиться к христианским святыням и общинам Пойти по стопам проповедников, как и заповедовал сам Христос своим апостолам Одним из мужей, выбравших христианский путь жизни, был Серватий Известно, что у него было на тот момент другое армянское имя Которое не сохранилось в анналах истории уже Иерусалима Как гласят предания, Серватию явилось чудесное видение ангела Повелевшего ему вести проповедь христианства в северных землях Когда Серватий находился в Риме, как повествует предание Ему явился и апостол Петр и повелел заложить епископскую кафедру в Мастрихте Так он и оказался в этом городе Конечно же, главная достопримечательность современного Мастрихта Собор Святого Серватия Прямо на соборной площади среди фонтанчиков стоит памятник Святому Серватию Вокруг него лавочки для отдыхающих и паломников Ведь здесь же, в базилике, хранятся мощи святого Правда, они доступны для паломников в определенные дни Поклониться мощам съезжаются не только жители Нидерландского королевства Но и со всей Европы Святитель является первым епископом Бельгии И покровителем нескольких европейских городов за пределами Бенилюкса В Германии, Франции, Италии и Хорватии Внутри базилики все скромно, но и одновременно роскошно Все в духе католицизма Минимальная роскошь строительства здания церкви в романском стиле Оно было начато около 1000 года В 1039 году базилика была освящена 14 мая 1985 года ее посетил папа Иоанн Павел II Который присвоил церкви статус папской базилики Здесь находится богатое собрание драгоценной церковной утвари Среди которой выделяется золотой реликварий для мощей святого сервация Созданный в XII веке ювелирами Мастрихта Сам собор величественен и занимает огромную площадь Если обогнуть базилику через Синт-Сервас-Клостер Монастырская улица святого сервация То можно выйти на тыльную часть базилики К узкой улочки Хэт-Вагевур Это самая старая историческая часть города Куда тоже обязательно заглядывают паломники Так как по этим улочкам ступала нога их покровителя сервация А здесь же у самой стены базилики находится и хачкар Что делает его крохотным на фоне величественного храма На крест камне надпись Хачкар передан в дар городу Мастрихт От армянской общины в память их соотечественника святого сервация В Мастрихте достаточно провести 2-3 дня Чтобы оказаться в той самой старушке Европе О которой много говорят Но с каждым разом все меньше ее видят таковой А в Европе мало осталось городов аутентичных Но если вы обожатель старины То вам точно сюда К сожалению, созерцатели Амстердама, Гааги, Роттердама Незаслуженно оставляют Мастрихт без внимания Ввиду его удаленности от всех остальных городов Нидерландов Возможно, и я бы сделал то же самое Если бы не святой сервации По стопам которого я добрался сюда Но ни единым Мастрихтом живы следы армянские в королевстве Поэтому пора направиться и в саму столицу Амстердам Первое документальное упоминание об Амстердаме Относится к 1275 году Своим возникновением город был обязан дамбе Обезопасивший район от наводнений Происхождение города зафиксировано в его названии Дословно, дамба на реке Амстел К 15 веку Амстердам стал крупнейшим торговым городом Нидерландов Когда в ходе 80-летней войны Крупнейший порт-конкурент Амстердама Антверпен был захвачен испанцами В 1585 году Сюда прибыли массово мигранты Антверпенские торговцы и ремесленники Спавшиеся от испанской инквизиции В 14-15 веках город становится торговым центром Ну и конечно же вместе с другими купцами В Амстердам перебрались и армянские купцы Куда же без них Об армянах-купцах голландского средневековья Осталось много свидетельств в амстердамских музеях На картинах, в которых изображены эти самые предприниматели Например, их запечатлел Йоханнес Лингельбах На «Гезихт об дым дам» 1656 год Или Шульц, армянский купец с кальяном Работа 1769 года Или Иоганн Бегель, армянский купец 17 век Каспар Нэтшер, молодой армянин, склонившийся к окну 1639 год А в Национальном голландском государственном музее Хранится скульптура «Армянский торговец с обезьяной» Инкрустированная драгоценными камнями Работа 1700 года В средние века армянская община Голландии Насчитывала около 900 имен Их можно найти в сохранившихся нотариальных актах Муниципальных архивов с 1600 по 1800 годы Сообщество достигло своего демографического зенита В 1668 году Когда можно было насчитать 6600 армянских фамилий Богатые армяне подражали амстердамской элите Заказывая золотые и серебряные медали Брачные медальоны с армянскими надписями Чтобы отмечать рождение и браки Именно в Амстердаме вышла в свет Первая печатная Библия на армянском языке В 1661 году И первое издание истории Армении Мофсе Сахоренаци В 1695 году Здесь же в армянской типографии Амстердама Вышла первая карта мира на армянском языке В 1695 году Судьба этого храма нетипична В 1713 году армяне построили здесь, в Амстердаме Свою собственную армянскую церковь И получили разрешение святого Эчмиадина Иметь своего священника И я бы заметил, что это в тот период Когда ни католикам, ни другим христианским течением В протестантском королевстве Нельзя было возводить свои собственные храмы Однако армянам это удалось Не будь они армянами Да, местные армяне были в основном Успешными и богатыми людьми Купцами, мореплавателем Однако во время наполеоновских походов Армянская община сдает свои позиции Армянская церковь закрывается А здание в 1850 году продается Тогда и никто не мог предположить Что в конце 19-го, в начале 20-го века Сюда вновь прибудут армянские беженцы Из Османской империи А через много лет, в 1989 году Здание старой армянской церкви Вновь выкупается армянами И на этом месте Старая добрая армянская церковь Амстердама Церковь Сурб-Оги, Святого Духа Расположена в центре города На берегу одного из многочисленных каналов Берега которого соединяет мост Арменсебрук Мост, как и сам храм Тоже старейший в Амстердаме На протяжении нескольких сот лет Здесь останавливались армяне Не только потому, что возведенный ими храм Находится на этом берегу Но и, как полагают некоторые Здесь же находилась та самая армянская типография Где в 17 веке армяне печатали книги На национальном языке Атласы и прочую продукцию для личных нужд Типографии уже нет Зато за стенами храма Располагается центр армянской общины города Школа с преподаванием армянского языка Совет учредителей общины Несколько лет назад Здесь же, у стен храма Состоялось открытие Хачкара Кстати, именно благодаря ему Можно с легкостью найти армянскую церковь Не спутав ее с другими старинными зданиями Амстердама А ведь и церковь выглядит необычно для традиционных армянских храмовых строений Казалось бы, жизнь армян в Голландии шла беспечно и беззаботно Учитывая, что армянские граждане этой страны Вкупе с голландцами осваивали колонии в заморских территориях Однако свои коррективы и судьба внесла в годы Второй мировой войны Когда армяне в этой части света оказались на противоборствующих баррикадах Армянские антифашистские отряды Нидерландов Располагались на острове Зеландия В двухстах километрах от Амстердама Во время оккупации германскими войсками Нидерландов, по иронии судьбы В Зеландии расквартировали часть армянского легиона Вермахта Антифашистские отряды Зеландии были подавлены оккупационными силами Многие жители, оказывавшие сопротивление, были взяты в плен, а позже расстреляны Среди них были и армянские антифашисты, мужественно сопротивлявшиеся оккупантам В их расстреле, как вы уже догадались, принимал участие в том числе и армянский легион Германии По сути, это был первый в новейшей истории случай, когда армянин шел против армянина ради чужой идеологии Такое и раньше случалось, но во всяком случае в рамках территории армянского Нагорья В настоящее время правительство Нидерландов установило мемориал армянским бойцам сопротивления в Мидельхарнесе на острове Зенландия Где произошли эти самые трагические события Здесь же находится и могила героя Нидерландов Телемака Мардерасяна и Корнелии Менхэр На сегодняшний день армян в Нидерландах всего около 15 тысяч Среди них и те, чьи корни уходят в недра прошлого И новые переселенцы из стран Ближнего Востока и постсоветского пространства Обосновавшиеся в Амстердаме, Гааге, Роттердаме, Утрехте и Алмелу Община имеет и свои школы с преподаванием на армянском языке, храмы, культурный центр Обсуждается вопрос восстановления собственной типографии Важно, что в стране, где секс и наркотики можно встретить повсеместно Армяне умудряются жить архаично, не растворяясь в среде культуры стержневого народа Это в некотором смысле радует А посему можно с уверенностью сказать, что в Нидерландах в ближайшие 20-30 лет Армяне не исчезнут как отдельная национальная единица, как и в Бельгии Осталось только выяснить, как обстоят дела в третьей стране Бенилюкса, Люксембурге Но об этом уже в третьей части моего повествования, Люкс Происхождение Люксембурга теряется в X веке Один графский род из Мозельской области приобрел Гутланд, верховьев реки Альзет И выстроил в 963 году крепость Люксембург, которая и дала имя роду Страна не раз теряла свою независимость, вплоть до провозглашения нейтралитета в 1867 году От твердого принципа нейтралитета Люксембург отрекся лишь в 1948 году, когда состоялось его вступление в ЮНЕСКО И Люксембург можно понять, ведь географическое расположение страны во многом обусловило его историю Лежащее между двумя большими соседними странами, Францией и Германией, великое герцогство в течение истории Часто превращалось в игрушку в руках великих держав Несмотря на то, что сами люксембуржцы и есть этнические немцы, говорящие на мозельском диалекте немецкого языка Их дважды оккупировала Германия в 1914 и 1940 году В годы Второй мировой войны германские войска буквально разграбили Люксембург Почти все ценные произведения искусства оккупационные силы вывезли из страны в Германию А дворец герцога был превращен в штаб немецкого командования Кстати, надо отдать должное монаршам особам и заметить, что во время оккупации Великая герцогиня Шарлотта и члены ее семьи не покидали Люксембург За что и заслужили уважение простых граждан Зато с Германией отношения окончательно охладили Люксембуржцы недоумевали Как? За что? Мы такие же немцы, как и вы Они до последнего не ожидали, что Гитлер вторгнется в Люксембург А после освобождения англичанами великого герцогства от немецких оккупантов Люксембуржцы, не простив обиду, причиненную им единокровными братьями-немцами Дали официальный статус мозельскому диалекту немецкого языка Назвав его люксембургским языком, а себя люксембуржцами по национальности Позже немецкий язык и вовсе был задвинут на третий уровень в числе официальных языков Люксембурга Уступая люксембургскому и французскому Иначе говоря, представьте, если бы республика Арцах была бы признанным независимым государством А ее оккупировала Армения Взамен, затаив обиду на армян Армении, армяне Арцаха присвоили бы статус официального языка арцахскому А себя бы стали именовать арцахцами по национальности Примерно так и случилось в Люксембурге Сегодня Люксембург одна из богатейших стран мира В столице страны находится свыше 200 банков и около 600 инвестиционных компаний Сами люксембуржцы очень трудолюбивы и привязаны к земле В этом можно убедиться, если проехаться по населенным пунктам Великого Герцогства Почему бы не проехаться, если проезд по стране составляет всего 2 евро, а по столице и вовсе бесплатный Пользуясь случаем, и я заехал в Шенген В то самое селение, которое стало знаменитым во всем мире благодаря одноименному соглашению, открывшему границы между странами Европы Здесь имеется музей Шенгенского соглашения Среди экспонатов вся атрибутика Шенгенского договора и сами договоры между странами в их оригинальном виде фотографии Рядом с музеем река Мозель, мост над которой соединяет Люксембург с Германией, землей Саарланд А если пройти еще несколько метров, повернув направо после того, как перешли мост, то попадете во Францию, провинцию Апаш Границы условные Их функции выполняют либо указатели на дорогах, либо просто зеленая полоса на асфальте За 15 минут можно побывать сразу в трех государствах Люксембурге, Германии и Франции Собственно говоря, это и есть причина того, что именно в Шенгене, а не где-либо еще, было подписано знаменитое соглашение о Евросоюзе Когда я приезжаю в какую-либо страну, передо мной постоянно возникает проблема Откуда начать свой стендап? В Великом герцогстве Люксембург такой проблемы у меня не было изначально Ибо я знал, откуда я начну этот стендап Конечно же, у моста Адольфа Конечно же, этот мост не имеет отношения ни к Адольфу и Гитлеру, тем более к армянской общине В Люксембурге проживает довольно-таки молодая армянская община В отличие от соседних Бельгии и Нидерландов Их всего лишь 150 человек Но зато эта община зарекомендовала себя как добросовестная и трудолюбивая С некоторыми из них я вас, конечно же, сегодня ознакомлю До конца 20 века, пожалуй, Люксембург был одним из немногих государств Европы Где не было ни одного подданного армянина этого герцогства Армянская община здесь молодая, в отличие от соседних стран Но это не значит, что армян тут вовсе не было Они были, и не только были, но и оставили заметный след в истории Европы и музыкального мира Впервые нога армянина вступила в великое герцогство в 1815 году Это был посол Баварии в Люксембурге Адам фон Арутюн Сын баварского барона Аванесса Христофора Арутюна Казадура Выходца из Константинополя Перебравшись в Баварию еще в раннем возрасте Аванесс Арутюн получил прекрасное образование в Мюнхене А позже был принят на должность советника государственного казначейства 11 апреля 1769 года получил титул барона Который имел право передать по наследству Один из его сыновей Адам фон Арутюн Стал дипломатом и посланником союзных держав На Сейме во Франкфурте-на-Майне В 1817 году Зарекомендовав себя отличным специалистом Именно в Люксембурге Второй армянский след на территории Люксембурга Оставил небезызвестный изобретатель аккордеона Сирил Демьян Армянин из Армянополиса Это современный город Герла в Румынии Сирил вместе с сыновьями Карлом и Гведоном Привозил из Люксембурга вену древесину Как им казалось, люксембургская древесина наиболее прочная Легкая в отделке и хорошо удерживает меха Так мир узнал об аккордеоне Который был изобретен армянским мастером из Вены С помощью люксембургской древесины, костей и шкуры альпийских домашних животных Однако, как вы поняли, ни Арутюн, ни Демьян Не были гражданами великого герцогства С Люксембургом их связывала только работа Как я уже говорил, армянская диаспора в Люксембурге молода Она образовалась в конце 20 века В частности, из армян постсоветского пространства и все того же Ближнего Востока И хотя армян в герцогстве около полутора сотни Не все они активные члены диаспоры А некоторые даже не знают о существовании таковой Во всяком случае, самые активные члены диаспоры Весьма полезны как в Люксембурге, так и для их исторической родины Армении В Люксембурге я встретился с главой армянской общины Люксембурга Предпринимателем, ювелиром Самвелом Аракеляном Он же и первопроходец, первый армянин, пустивший корни в великом герцогстве Вот вы приехали в это небольшое герцогство в середине Европы А здесь практически не было армян, чтобы кто-то посоветовал, что-то подсказал Как вы адаптировались в первое время? Конечно, адаптация очень сложный процесс был, потому что некого было спросить И при том не было языка Даже не знал, как спрашивать, потому что языка не было И вот сами были еще некоторые из России ребята Друг друга спрашивали, друг другу помогали Если под какая-то информация, обязательно делились с другим И вот так постепенно, постепенно, так уже начали внедряться в общество Естественно, сходили в школу учить язык французский И вот через определенное время, когда уже начали говорить, стало намного легче Конечно, язык был очень большой барьер, надо было переодолевать Ну, и так у нас получилось Ты в Армении бываете? Давно не был, очень давно не был И мечтаю, если у меня получится, в конце этого года я прям очень хочу попасть туда Надеюсь, получится Как часто община ваша собирается вместе? И где вы обычно собираетесь? Раньше наша община собиралась мало, потому что нас было мало И мы собирались, ну, гости кого-то ходили, там, какие-то день рождения отмечали А в последнее время мы начали уже отмечать на природе Обычно летний период, несколько раз мы делаем такие шашлыки на поезде И стараемся собирать абсолютно всех И до сих пор это получалось очень удачно, хорошо, несколько раз в летний период А самый такой удачный, самый такой серьезный наш сбор был в 15-м году Когда 24 апреля все армяне, не только люксембургские, но и нашего округа Там из Бельгии, из Франции, из Германии, которые окружают Люксембург Оттуда тоже они все приехали И мы все вместе, вот, 24 апреля здесь в церкви Столетие отмечания Да, главная церковь Люксембурга Там отмечали столетие, значит, геноцида армян Это был самый крупный сбор А власть разрешили, да? Да, власть разрешили, официально не только разрешили Даже церковь официально в этот день для нас выделил и время И даже депутаты местные выступали, кроме нас, и они участвовали В общем, очень интересное такое мероприятие Я вот запамятовал, а Люксембург признал официально? Да, как раз после этого события, буквально через, в течение месяца, я же не помню В 15-м году, да? В 15-м году, да, признал официально, да И многим казалось, что это, значит, мы так собрались из-за этого, но это вообще нет Депутаты мимо этого, они сами уже признали А скажите, много здесь таких армян, у которых, скажем, один из родителей Люксембуржец или француз Или, может быть, бабушка или дедушка армяне, а вот внуки уже наполовину французы и люксембуржцы Таких армян смешанных, которые живут с нами, их нет Но есть среди нас очень многие молодые армяне, у которых жены или мужья, или люксембуржцы, или французы, или русские Но они также интегрированы в армянское общество? Даже у всех, вот скажем, мужья не армяне, они всегда с нами Точно так же проводят время, точно так же гуляют по-армянски Или наоборот, если жены у них не армяне, армянки, то они точно так же проводят с нами У нас как-то так получилось, что всем радостно с нами проводить время Это я уже вам гарантирую Просто мы так поставили, чтобы они знали, что нету дискриминации Мы рады всем Вот так получилось у нас Люксембург – благословенный край Словно поцелованный Богом Здесь армяне начинали как дипломаты, так и держат марку, не ударяясь в грязь лицо Чего заслуживает несомненного уважения со стороны коренных жителей Да и сам мой круиз по Бенилюксу порадовал не в меньшей степени И в Бельгии, и в Нидерландах, и в Люксембурге Независимо от того, родились ли они в этих странах или прибыли в более позднее время Все удачно вписались в местное общество Говорят на французском, фламандском, немецком И все это не мешает оставаться им армянами Ни им, ни их детям и внукам, рожденным в странах Бенилюкса Ведь где бы ты ни был, кем бы ни стал, но армянинам оставаться обязан Это главное правило мирового армянства Которое помогает народу жить дальше Субтитры создавал DimaTorzok